дорогие коллеги дорогие друзья рада всех видеть и я с радостью и с гордостью представляю вам нашего нового гостя но новый он не очень новый нужно бывал указывать в нашем институте но на этом семинаре первый раз тахир юсуфович базаров доктор психологических наук профессор кафедры социальной психологии факультета психологии мгу имени ломоносова заслуженный профессор московского университета научный руководитель московской школы практической психологии при московском институте психоанализа но это только половина регали на самом деле просто прекрасный мудрый человек вот я вас всех поздравляю с тем что вы пришли вот и я предвкушаю вообще удовольствие от общения с вами такир юсуфович вам слово спасибо большое спасибо я бывал я бывал и в том здании которое возле пушкинского музея все такой довольно пожилой на сказать вот поживший уже вот видевший разу представители этого института разных философов но меня что я здесь делаю с чего вдруг я решил решился здесь окажаться я даже написал текст знаете хочу сказать что я хочу вам сказать что последнее время я стал писать текст доклада потому что кто будет это все расшифровывать кому это все нужно вот лучше когда ты готовишься я попробовал несколько раз это сделать вы знаете в каком-то смысле это другой жанр это не просто писать статью или монографию или диссертацию какой-то жанр писания доклада понимаете меня сначала стало раздражать это было очень интересно со слайдами работает потом слайды стали раздражать то есть они хороши готовишь подготовился плану не понятно зачем вообще что ты ты уже им служишь не они тебе ты ты вынужден ах раз этот слайд значит надо про это говорить вот поэтому к столетию были приближающемуся столетию моего учителя доктора философских наук профессора андрея галина михалова она так и говорила у меня как спрашивали гем вы она выразилась так перед одной конференцией в ростове знаете я всю ночь писала доклад но мы там молодые ребята думали писала доклад когда по бумажке не выступать но хотя к тому и не выступал что я пишу я пишу доклад и поэтому по бумажке не выступаю но я еще пока тут приближаюсь к высоткому уровню вот почему нам но я не знаю этот пост модерн и архаика страх бытия в ситуации неизвестности я иногда стараюсь принимать то что дает судьба думаю единство что может быть тема и рема могут быть там можно поменять места может быть наоборот страх бытия ситуации неизвестности твоеточие пост модерн и архаик может так красивее по поводу того насколько это как ложится на содержание того о чем я хочу сказать но сначала зачем я здесь ну во первых вся вся вот эта история мне так стало интересно сектор гуманитарных экспертиз и биоэтики этическая экспертиза психотехнологии вот это все словосочетание такое очень своевременное мне кажется очень интересное я подумал что то область которой я занимаюсь последние 50 наверное лет наверно 50 понимаете для для надо было первой мишенью вообще всех этих размышлений социальных стал я думаю социальных я думаю что если бы исследование классические исследования экспериментальной курта левина вспомнить соломона аша не знаю стенды милгрэма до или филиппа зимбарда то я думаю что наверняка если бы этическое регулирование было включено в то время вот то если сегодня они попытались этим заняться чем они занимались внесли вклад в нашу сокровищницу то я думаю что вряд ли бы нам удалось сегодня доказать что групповая дискуссия эффективнее чем лекция вряд ли мы бы поняли что групповому давлению или комфортности поддается очень большое число людей вряд ли бы мы поняли что перенос ответственности на другого также этому подвержена большая часть людей которые участвуют эксперименты вот ну а про то что ситуационные детерминанты поведения человека и что он может проявить агрессивность жестокость удивительно непоследовательность в определенных ситуациях просто потому что такая он так понял роль ему эту роль передали вот это ожидание я соответствую ожидать имеем все мы ничего этого не узнаем поэтому мне очень важно сегодня было бы если получится поразмышлять о том что а где вот это этическая регулирует которая необходима безусловно в современных исследованиях мы все больше и больше вот экспериментов уходим в горчатковой задействии уходим в корреляционные исследования мы больше наверное становимся похожими на этологов только мы изучаем поведение животных и поведение людей в разных ситуациях которые мы сами не создаем нам и не надо их создавать жизнь создает эти ситуации вот второе замечание водное я сегодня буду вспоминать самых разных людей вот вспоминать нужно же это необходимо не нужно на них сослаться и потому что они как бы все время где-то рядом со мной я с ними нахожусь в каком-то диалоге что-то что-то продолжаю обсуждать там многих из них уже нет на этом свете вот поэтому прошу меня извините если ссылки на некоторых из них будут носить такой воспоминать конечно по делу в рамках того что я буду обсуждать но все-таки такой воспоминательный характер помните Вячеслава Иванова и поэт чему-то учит но не мудростью своей и и он всего скорее всех смутит и всех всем наскучит жизнь сладкали на вкус горькали сам ты должен распознать и свою всех печали учит он воспоминать как замечательного зимченко характеризовал это психотворное произведение говорит уже не о памяти говорит на чем-то другом здесь не в памяти дело и какая-то часть разговора вот этого постмодерна архаика для меня будет связана со временем с пониманием времени с восприятием времени и я почему вспомнил еще вот это здание возле пушкинского музея как-то давным-давно мы там собрались с коллегами и один из них рассказывал о том как помните в конце восьмидесятых было страшным веселит осенним в спитаке в Армении вообще спитак был как бы эпицентром всего этого вот и много наших психолог может быть впервые ну реализовали вот такую как бы практическую работу там Илья Адуфь или Антихарович там много было очень интересно замечательно моих учителей и тут вдруг вспомнилась вот эта история каким образом и она на меня произвела большое впечатление рассказ был о молодом человеке которого ну физически физиологически там организмически уже выяснили все 18-летний по-моему юноша молодой человек был уже готов к выписке с ним работают психологи пытаются искать какие-то способы было много иностранных коллег которые делились своими методиками но это была генерализованная амнезия даже с ретроградной сложно что-то делать а тут генерализован никто откуда что случилось вот и и вот один из моих коллег рассказывает при той встрече что знаете ну как-то ладно не не получается про прошлое ну бог с ним ладно слушай вот я тебя буду выписывать в корень ты мне скажешь а чем ты будешь заниматься наверно буду грузовик какой грузовик камаз как дядя арам как у меня и через будущее вдруг быстро вот это вот эластичность работы это это не работа с памятью почему обратите внимание это какая-то другая история это вход через какой как бы через будущее вход в прошлое а может быть не в прошлом а может быть было знаете вот это вот тема стала для меня интересным последнее последнее время но эпиграф моему докладу будет такой перейдем к нему вот такой у меня будет эпиграф нет это не эпиграф это это как бы основная мысль эпиграф будет такой опираться можно только на то что оказывает сопротивление помните такую фразу которую сказал однажды жан-андрио наполеону бонапарту в 1801 году не был разговор между поэтом и членом французской академии с консулом на что он обратил внимание вы гражданин консул вы член отделения механики академии например член отделения механики и вы знаете что опираться можно только на то что оказывает сопротивление посвящая весной доклад главному герою сказки абуратина для меня здесь главный герой это картина с очагом нарисованным на холсте тот самый главный герой всей сказки но я думаю что это ключевой персонаж здесь какой-то тайный смысл всей сказки то есть очаг присутствует но не греет он и не кормит он есть как не просто предмет интерьера подумалось мне еще когда я впервые знакомился с этим произведением возможно он как раз символизирует конкуренцию постмодерна и архаики что же на этой арене происходит стало мне интересно есть замечательный исследователь я в связи с подготовкой к сегодняшней встрече подготовился с его работами фамилия его кирилл может быть вы даже знаете философ вот и он для него вот это очень важно как архаическое вообще возможно в опыте современности это что какой-то откат в историю какая-то попытка вернуться к древности и стать самим древним это помните было выражать такое назад в природе давай народ к скрепам не знаю какая-то вот особая такая история что там все как бы можно обнаружить или же здесь другая история но и вот мне очень важно понять что некоторые из исторических глубинные бессознательные структуры оказались вытолкнуты на поверхность актуального бытия под натиском цивилизации почему-то кириллов пишет насилие и и технологии опять же насилия в скобках и она обнаруживает свое присутствие настоящий знаете как-то будучи в штате коннептикут я но все-таки есть особенность странная всем интересуются людей что означает то или другое почему откуда взялся кирпич вот когда был построен кирпичный завод и так далее какие-то такие вопросы меня интересуют потому что за этим какая-то какая-то вот такая важная символизация через которую можно многое понять и я спросил это называется коннептикут получил много разных ответов с контактом с общением с коммуникацией что тут коннект вот видимо от коннект это что-то такое потом посмотрел словаре словаре все-таки связано с названием реки бурная река некоторые переводы меня удивили как это может быть бурная река одновременно и река сосенная я понимаю что индейское слово но я пошел там наши родственники макикана но вот последний из макикана но он остальная книга у нас всегда очень гачкук большой змейки знаете я пошел к макиканам я говорю слушайте откройте мне секрет почему так называется ваша река потому что явно тайна ваша они говорят это длинное очень название понимаете мы же визуалисты в отличие от американцев которые больше англичане такие они слухачи же если бы нлп традиции это понимать русские киностейки все понимают здесь в этой аудитории все понимают и вы знаете меня поразило название это река которая во время прилива течет вспять я показался на хорошая метафора для понимания человеческой сущности иногда человек который ведет себя нормально какой-то ситуации дом начинают в гневе двигаться вспять на пытаемся назвать регрессии ходом от реальности в какие-то прошлые механизмы но может быть и здесь та же самая история может быть архе греческая но и как архетипом имеет отношение и к архиву имеет отношение там что-то сложено там чего-то имеется что-то что-то происходит еще архив это живая история или это вот что-то такое закаменелая окаменелая уже скристаллизованная сказал бы стандарт там она вот уже все но никуда не движет ничего не меняется или меня но для среди психологов популярен афоризм о том что всякая организация и на этом материале мне иногда проще что-нибудь произвести и вот среди психологов популярен афоризм о том что всякая организация это воплощение неврозов ее лучшего руководства но звучит наверно зло детка но в общем достаточно метко в нашем случае это означает что компания будет реагировать на перемены так же как ее руководитель и очень часто мы это замечать целиком компания так реагирует как и руководитель 1 но а кто может знать какую сторону изменения лучше или лучше на берегу это можно видишь по изменению помните замечательных социологов родоначальников можно сказать социологической школы американской но наряду с ветерином сорокином конечно видим томас и хлориан знаний то замечательно прекрасное исследование польских крестьян в канаде вообще в северной америки сравнение анализ писем посылали и адиот удивительное открытие для меня было то что они ситуацию как они понимали ситуацию что ситуация познается по ее последствиям означает ли это что находясь внутри ситуации и познать нельзя или все-таки есть возможность и в теореме томаса как раз об этом и сказано эта идея self-fulfilling prophecy самореализующегося пророчества она если я воспринимаю ситуацию как реально она реально по своей последствии по сути мое воздействие на ситуацию может сделать ее реальной мы продолжаем сегодня рассуждать где у нас эта граница субъективная реальность или подлинная действительность как как вообще можно подобраться к этому отдельного хороший вопрос но то с чем мы сталкиваемся сегодня означает какую-то опять историю связанную со временем ничего и получается так что может быть эта линейка перед перестала быть актуальной прошлое настоящее настоящее будущее задумался может быть прав августин блаженный который вдруг ему не понравилось это не хватило простой трех членами линий он стал говорить настоящее прошлое настоящее 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 будущее не понравился вот такая простая сфера уже предложил мысленный эксперимент провести ставить себе что мы сейчас хотим исполнить мелодию она где мелодия которую мы хотим исполнить она в прошлом настоящий но явно не в будущем если мы ее не исполняем а если мы начинаем ее исполнить она где мы знаем когда она закончится где ее завершение и причем понимаете с одной стороны простые вещи достаточно может быть обыденные на другой стороны пандемию вдруг мы решили задать вопрос на экране на экране известная картинка с людмилой горченко за ней циферблат вот пять минут пять минут пять минут ответы вопрос незавершенное предложение пять минут пять минут оттуда это много или мало чем чем но младше поколение не так только постарше да уголь мочу точно так же про ельцин 31 декабря все говорят я ухожу не говорил я устал это знаете еще раз можно посмотреть внимательно поизути на феномен манделлы который все думал что мандель уже давно умер он ходит где это время как мы работаем с этим я понял что есть былое сущее и грядущее былое это не прошлое было это то что было это то что было и осталось со мной это часть меня сегодняшнего прошлое до прошлое пришло ушло в прошлом и тут ничего поделать не можем даже я для вас книжку принесла как обещаю иногда эта книжка мне служит такую службу последнее время думаю слушай а может быть не надо с собой носить что-то такое можно просто в книжке написать потом об этом читать и демонстрировать это я должен найти это удивительное сихотворение может быть вы помните анна темирёва гражданская жена полчака перед смертью перед уходом это было семьдесят пятом году она ушла с точеком все получилось как вы помните девятнадцатом и вот интересно ее отношения перед уходом что что она про это думает вопрос во времени о том что уходи и полвека не могу принять ничем нельзя помочь и все уходишь ты опять а я осуждена идти пока не менее срок и перепутаны пути и схожи дорог и коли я еще жива наперекор судьбе то только как любовь твоя а тебе а можно было и не искать это знаете вопрос вот этого прошлого и думала становится очень важным для компаний и может теперь понимаю что иногда то что происходит или проблемы которые возникают они связаны с тем что было в прошлом если это часть головы или нет они пытаются выстроить стратегически какой-то план не получается потому что чего-то не проработано крошу а давайте наоборот сделаем наоборот мы будем заниматься стратегическими историями в связи с этим самым должен и может мы его строим отсюда идея готовности грядущим то что есть грядущие это сейчас тема ключевая планировать будущее нет никакого смысла это бесполезность что занятие надо быть готовым грядущим что у нас из классического репертуара в этой части генерала эйзенхалла план ничто планирование все перестает работать работала долго имеется ввиду что план как некая некий документ это в общем мне незачем все уже поменялось но процесс планирования когда я готовлю что-то происходит со мной я к чему-то готовы другой генерал выдал фамилию сейчас не помню кругом следующее что когда мы не воюем мы тренируемся когда мы воюем мы обучаемся вот эту вот разницу тренируемся и обучаемся вот эта разница она как раз как мне кажется приближает нас к этому пониманию готовности грядущего это конечно во многом психологическая характеристика принятие себя развитие своих способностей мотивация принять то что произойдет вот вопрос ключевой что я буду делать чтобы не случилось что я буду делать я не знаю что случится меня надо понимать что я буду делать чтобы не случилось с одной стороны конечно замечательно все что указать предусмотрительности на флешке сюда принести на отправить пдс перевести 18 вариантов того чтобы это случилось до предусмотреть наличие там электричек или должен вроде как построить это будущее но эта схема который как-то мне посчастливилось услышать от мира константиновича амардашвили потом у нас будет здесь тоже присутствует наверняка вы помните замечательно совершенно статью которую они написали в объективном методе психологии и заключительное выступление уже завершается этот трехдневный большой семинар мария константинович и вдруг вспоминает норгард винара а через него вспоминает путешественников европейских которые возвращаются из джунглей и все описывают странную вещь которую они там наблюдали потом обсуждают у себя в салонах непонятный танец чтобы это зверем который по много часов уберут разными пируэты сальто-морталей что непонятно почему и завороженные за этим наблюдали описывают норгард винар это мог бы быть и не кажется если бы ему были доступны эти материалы и путешественники он бы об этом сказал но в данном случае норгард вина то что это зверек занимается главным делом вообще-то своей жизни он готовится встреча с коктами по которым непонятно что делать то есть танцует да это для вас он танцует а для себя он готовится чем готовится выстраивая разные возможные варианты того что может произойти в будущем подводя итог разговора с норгард ринова говорит а значит в нашем сознании внутри нашего сознания есть какое-то пространство тех возможностей где мы можем реализовать то самое возможное будущее которое потом вдруг при встрече с реальностью становится явным вот что я здесь могу для меня где-то в нулевых годах вдруг стало понятно что-то в 1977 году мира постантин говорил я тут начал понимать что подойти так он поэтому всегда побеждает почему побеждает потому что встреча с коброй для него уже эпизод который он отыграл он уже выиграл кобра об этом просто не знаю а он уже выбрал любопытная любопытная история поэтому основой как мне кажется вот этой гибкости перестройки своей внутренней картины мира я пока про страх не говорю еще страх у нас где-то там время пока находится можно потом перевернуть фигуру и фон поменять местами и в тему перевести но здесь может быть на известная нам достаточно хорошо в работах вадима артурыча петровского проекта много было написано диана богоевлянская прекрасно это изучала изучает это то что мы называем над ситуативной или неадаптивной активностью причем притягательность действий с непредрешенным исходом для человека притягательное действие с непредрешенным исходом не помню кого из писателей вот этой волны то ли у курса вон идут ах кажется каждый кажется у него была такая идея надо подойти к скале и спрыгнуть пока летишь крылья у тебя вот идея как бы преодоление себя ситуации с непредрешенным исходом создает вот эту способность быть готовым грядущего вот как-то борисович брак все вода обсуждали несколько лет назад он очень афористично все это описал свое понимание очень совпадающее с моим пониманием грядущего разница будущего и грядущего он говорит будущее мы готовим как борщ к обеду нарезаем ломтиками морковь свеклу смысл и чем лучше качество последних тем вернее вкус который мы предвкушаем грядущее уже во многом уготована на будущее удаляющийся горизонт и мираж грядущее наступающие на нас бытие и реальность к будущему нас тянет мы шлем вперед себя гонцов лазутчиков гадалок футурологов грядущее само посылает упреждающих гонцов и шлет свои сигналы кто их слышит и откликается совершенно другая история движение оттуда и моя готовность это как бы особое состояние с которым мы столкнулись ну как я имею ввиду большинство людей столкнулись в последнее время до этого не было такой ситуации некоторые сталкивались да были специальные профессии экстремальные которых действительно отрабатывал отрабатывалась такая вот готовность к любому повороту событий как верно отметил и отмечает еще один мой кроме вадима артурыча еще один мой приятель и коллега александр осмолов мы сегодня сталкиваемся с дефицитом смысла это правда но я бы к этому добавил что у нас еще дефицит красоты вспомним пользуясь тем что мы в этом храме философии вспомним странствующего философа григорьевского разу как он говорил что душа делает траву 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 дерево дерево деревом а человек человек без души трава сено дерево это дрона а человек труп тонкая тонкая настройка где это душа где там скриберцов что-то спасите наши души это о чем речь идет о спасении душ или жизни душа равна жизни вот этот очень важный момент что на возрасте вот в этих условиях когда мы сталкиваемся с тем что вызываем турбулентностью неопределенностью катастрофами где мы находим вообще-то определенность исследование показывает здесь я ссылаюсь на социологов антропологов культурологов что вот 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 там и традиционные структуры такие как религия родовые системы они выдают эту определенность они удерживают какую-то ориентиру какие-то с древних времен что-то там такое происходит причем еще и семья родовые религиозные общины они дают поддержку защиту ценностные ориентиры ведь вот что что-то они такое делают что готовит человека поддерживают его по отношению к этому грядущим но в условиях которых которых мы сегодня находимся процесс деградации этих структур происходил происходит нынешний институционный уклад вот я бы сослался на исследование павла лучше хорошо пишет об этом на эмпирическом материале показывает но не можем обойти тему страхом до падение неизменный спутник страха и самый страх есть чувство пустоты как человеческий организм все-таки реагирует на перемены почему недавно ушедший нобелевский лауреат да нет данным он утверждал что возможные потери всегда кажутся больше чем возможные выгоды что вызывает сначала тревога потом страх стороны людей и тема страха я должен вам сказать что для меня в период пандемии было полезно очень познакомиться с работами я думаю вам хорошо известного лурика бека который это социолог из германии он не увидел пандемию скончался в 2015 году но меня потрясли исследование середины восьмидесятых которые он проводил и его даже я процитирую это не признающая границ динамика опасности не зависит от степени заражения и споров о его последствиях продолжение жизни и признание опасности вступают противоречия друг с другом это роковое обстоятельство придает экзистенциальную остроту спором о предельных величинах а краткосрочных и долгосрочных последствиях надо просто задать себе вопрос что произойдет с населением целой части света которые в разной степени в зависимости от фатальных переменных величин окажется в зоне необратимого заражения можно ли держать в карантине целые страны и группы стран не начнется ли в них хаотическое ображение книга общество риска на пути к другому модерну 1986 год причем смотрите ход концептуально насколько я понимаю концептуально движение было в том что сначала начали обсуждать общество риска через как те риски которые которые мы подвержены которые можно ожидать а потом очень плавненько после анализа перешли к теме стран и видимо не случайно но миран константинович говорит как раз о риске о том что надо рисковать может быть идея поступка она и есть где исследовать либо варианте курта левина исследование действия да я сам действую я сам же и испытываю происходящее и отсюда непонятно это исследование или само действие и возможно что такой подход сегодня как раз является очень очень важным что происходит в этих ситуациях мы с моими коллегами уже 12 лет наверное как мы этим заинтересовались мы выяснили как то что на по практическом в практическом исследовании выяснили что дело не в том что консерватор консерваторы инноваторы существуют ничего подобных картинка значительно сложнее как минимум четыре типа которые мы имеем дело вот они сейчас на на экране на самом деле 7 стратегий которые люди используют в ситуациях изменений причем когда мы говорим стиль реагирования на изменения да что что значит стиль стиль это как раз тот конструкт который соединяет человека и ситуацию мы постоянно размышляем что важнее чей вклад важнее как будто есть ответ на вопрос о том что важнее ключ или замок будто можно аплодировать одной рукой и вот вот здесь вот эта завязка но найти конструкция очень сложно найти то что является главным момент и вот стиль в данном случае позволил потом мы сделали вместе с теле владиславной специальный инструмент по измерению типов реагирования журнале высшей школы экономики опубликован это статья но вот исследование мы смотрим на что как человек понимает что он находит ситуации не определенных есть какие то у него маркеры индикатор ну и как положено в облаке тегов то что большим шрифтом то и чаще упоминается испытуем самое интересное что опять же привет томасу изданецкому привет тем кто придумал идею социальной установки аттитуда три уровня три аспекта самое интересное что они все здесь по сути и представлены что у нас когнитивный аспект это неизвестность эмоциональный неуверенность поведенческий невозможно вот мы получили такую картинку на материале исследования того как человек понимаете ситуации неопределенность маленькая ремарка в связи с тем что в самом названии сегодняшнего разговора есть слово неизвестность хоть момент мне стало вдруг понятно что эпоха неопределенности закончил и и начинаю с оставляю себе что она началась с эпохи великих географических вот эти замечательные мореплаватели и задали ситуацию неопределенности но вроде как есть земля но непонятно где она когда мы туда доплывем какими мы все доплывем ли может быть и не доплывем вот это была неопределенность сегодня эпоха неизвестность мы не знаем куда он непонятно точно никто не знает что там и есть ли вообще там что-то и в этом смысле ситуация в каком-то отношении новой и люди должны в этой ситуации что-то делать со своей тревогой со своим ресурсом что они делают это еще одно исследование но вдруг увидели что возможно здесь есть какая-то какая-то скрывается тайна последовательность этих состояний вот от более мелкого шрифта более больше и решили посмотреть на это вот здесь мне нужно будет этическую как раз сторону оценить потому что речь пойдет о практической психологике причем психологии не в смысле того как об этом пишет виктор михаилов чавахвердов книги сознания как парадокс экспериментальной психологии сознания используют понятие психологии психологики как на такого универсального закона работы сознания здесь скорее вне ближе позиции галины халма-андреевой которая след за адель соном и розенбергом под психологикой понимает используемый человеком обычным человеком способ мышления который ориентирован на то чтобы достичь правильных выводов соответствии с законами формальной логики а на сохранение своих собственных эффективных когнитивных последовательности и установок и что как я какая у меня логика вообще жизнь вот я из чего исхожу когда принимаю решение совершаю какие-то действия я из чего исхожу но для меня здесь данном случае был важен момент связанные с преодолением трудности страха каких-то проблемных ситуаций но есть такое предположение что вот эта спроектированная схема которую мы используем вот это движение любопытное изумление и удивление изумления на сайте благодарность они есть некая последовательность но к этому мы сейчас еще вернемся но вначале несколько слов все таки вот про эту сферу менеджмента дело в том что вот очень часто мы с коллегами из этой области взаимодействуем последние лет не знаю там 30 а может 40 все одно и то же цели стратегии машина соцсистема никак они это все не не складывается время что-то чему-то сопротивляется обычно люди сопротивляются вот мы подумали что может быть есть какая-то отходить психологическое объяснение вот эта нижняя часть альберга может быть и есть некое объяснение и тогда вроде получается у нас есть некая такая картинка из трех основных моментов все названия условные движок мы взяли у программистов само слово что-то такое что в общем запускает процесс что-то что-то поддерживает этот процесс должно быть что-то что более-менее понятны какие-то правила законы какие-то механики процесс на описание методик чего-то здесь более непонятно но когда это в отрыве от движка в общем выглядит странно совсем непонятно все что касается алтиби что почему вдруг люди вместе делали что-то делают вот и когда мы говорим про на движок то тут важно понять я тут копался в записных книжках Ильва Семеновича в связи со столетиями культурно-исторической психологии довольно много интересных для себя открытий совершил ну во-первых как воля как свобода от ситуации именно волевой акт является тем что тебя освобождается от ситуации или в чем человеческих человек то человек способен на бессмыслах все остальные существа не способны а он может сделать бессмысленную и вот какая-то здесь история на движка которая мне интересна второй момент связанный со смыслами вспоминали осмолова ситуация это всегда некий контекст контекст всегда задает придает цели смысл осмысленность тоже известная понятная история если я хочу поменять смысл но выясняется что сами эти смыслы они создают энергию вот если нет смысла нет энергии у человека у группы людей нет энергии но откуда они сами берут тоже очень интересно из сакрального помните федор Михайлович Достоевский говорил в земле почве есть нечто вам правда не сакральное я говорил сакраментальное в земле почве есть нечто сакраментальное и это тоже такой важный разговор связанный с идеей восхождения карахаеки для психологики до ключевые вещи это личностный контекст способ создания собственной картины мира последовательность формирования субъективной реальности и сегодняшний разговор собственно и состоит в поиске ответа на вопрос можно ли использовать возможности практической психологии подготовить себя других к грядущему я полностью отдаю себе отчет о том что задачи нерешаемых но это же семинар где собрались по балкону правильно сейчас я перейду во второй части подготовить себя ну что ж практика консультирования показала что есть вот такая последовательность начнем с любопытства последовательное прохождение причем хотите это проблемная ситуация может быть хотите это ситуация которую мы должны решить она не является для нас проблемой но представляет какую-то нерешенную трудность связанную там с грядущим которого мы не знаем и вот интересно еще здесь за параллелью когда этот процесс с одной стороны последовательность движения от любопытства до благодарности сейчас проделаю второе это еще завяжу на отношения межличественных людей вот что на что влияет в отношениях состояние любопытства по нашим данным вызывают больше доверия со стороны других людей нелюбопытные люди не вызывают доверия я не говорю что они вызывают недоверие нет поскольку доверие и недоверие это две шкалы это не два полюса одной шкалы мы с вами знаем то есть шкала доверия высокого и низкого доверия а есть шкала недоверие тоже высокого и низкого соответственно когда мы говорим о любопытстве то больше доверия со стороны окружающих отсутствие этого драгоценного качества как говорил Лев Ландау зримо при всяком столкновении с кутцем интеллектом со скучным старичком любого возраста в чем тут дело проблемная ориентация стимулирует тренирует способность выявлять взаимосвязи и формулировать правила когда заинтересованность не связана с подлинным интересом к другому а пристрастность замечает любознательность то там рождаются пугливые неверки о которых говорил Ломоносов спасибо Юрию Михайловичу Лотману который отметил что культура это любознательность любознательность признак культурного человека я бы еще добавил от себя что любопытство как бы следовательское поведение ведет к доверию несмотря на то что любопытный Варваре нос оторвали таки понимаете и если говорить про новоархаическое мышление замечательно совершенно спасибо этой встрече сегодняшнего без нее не добрался до этого глубочейшего материала это и Кириллов и Савчук вот эти авторы вот вот что происходит со временем вот на как бы иллюстрируя часы традиционные слева и в настоящее время справа мы видим что и фигуры-то разные и дело не в том что что-то застыло дело не в этом дело в том что я сам меняюсь при этом в этом самом настоящем и вопрос доверия оно не случайно связано с любопытством второе удивление что у нас с удивлением ну понятно что это от дива от необыкновенного чего-то поразительного от чего-то нового понимаете удивляющийся человек замечает нечто новое в том что кажется привычным что у нас является признаком к чему ведет то что ты делишься с кем-то чем-то новым кем-то новым знанием обратите внимание возникает возникает уважение мы уважаем тех у кого учимся это очень интересно и сама эта история с удивлением я же можем вспомнить эксперименты Эдгара Шейна помните с военнопленными американскими летчиками в Корее когда там была специально использована методика промывания мозгов корейцами и китайцами в длину которых они были изощренные продуманные которые он реконструировал через тех кто там побывал и выявил что существует два типа тревоги это тревога выживания всем понятно и тревога обучения которое оказалось непонятным сегодня вы совершенно прекрасно понимали что тревога обучения и они собственно что делали они через тревогу выживания актуализируют тревогу выживания научали людей довольно быстро научали очень многим вещам но у нас задача другая нам надо научиться без тревоги выживания снимать тревогу обучения кстати игра один из таких способов и в игре удивление связано с тем что я могу принять роль как иногда мы ролл трейки я принимаю роль которую задают а может быть роллмейки я созидаю роль внутри тех возможностей которые предоставляют вызываю удивление тем с кем я вместе это создаю следующий шаг изумление как мы договорились что значит изумление значит выйти из ума выйти из ума куда я могу выйти из ума если я выхожу из ума куда я выхожу что за пространство меня встречает конечно эмоции конечно пространство и вы знаете если говорить о нежречественных отношениях то часто изумление это причина дружбы обратите внимание что изумленный человек вот с изумленным человеком хочешь поговорить он перестает контролируем себя он как бы становится с одним собой в этом смысле ведь Борис Сергей Батус подъел со мной замечательным сюжетом из жизни Жива Николаевича полстого сказал что самая выразительная часть человека знаете какая это спина то самое чем и не контролирует я на самом деле съездил специально вроде много раз ходил вокруг никогда не обращал внимание на сидящего возле библиотеки бывшей Ленинской государства Фёдора Михайловича Достоевского вот если посмотреть на его спину то все все романы там там все ну все захотели съездить а? дружба да вот она и дружба эликсир конечно изумление это эликсир вечной молодости кто хочет быть молодым держайтесь в себе это надо изумляться чаще кто чаще изумляется тот молод и кстати говоря прекрасный препарат как мы выяснили от озлобленности изумление нет изумлений ты ты уже не тот человек который с радостью это принимает и кстати готовность к грядущему с этим связано напрямую и наконец как только мы туда да что я говорю я в этом здании нахожу с чего начинается философия извините она начинается изумление ничего другого пока я не нашел достойно того зачем этим заниматься вообще хотя наверняка я не прав масса чего еще есть но тут согласиться с платоном и сократом инсайт озарение по келлеру это просто нахождение решения как только обезьяна нашла движение между палкой бананом и собой понимаете выстроился этот ряд и вот тут она перестала делать она тут же взялась за ум и поняла что она решит то есть решение какой-то проблемной ситуации но инсайт это еще и довольно сложный психический феномен потому что часто особенность особенность инсайда в том что к нему приходят бессознательно каким-то целостным таким симультантным образом озарению не предшествует осознанная работа мозга как бы там не пытались нам сегодня предложить искусственный интеллект интересен феномен не мгновенного инсайда был такой замечательный совершенно потрясающий исследователь Андрей Владимирович Брушлинский и вот во вторую очередь он был директором института психологии первую удивительную исследователь мыслителей экспериментатор не мгновенный инсайд вот прислушайте что это за аксумарон а не мгновенный скачок вот как это представить оно так и происходит то есть вот это вот квантообразность да связано с волном есть какая-то волна которая превращает в этот квант нового знака через озарение и Рене Магрид не случайно здесь я ходил с него с позиции все замечательные пушкинские рядом с вами когда вы там были он как раз писал что мои картины изображения которые ничего не скрывают они вызывают тайну и действительно когда человек видит одну из моих работ задается вопрос что это значит а это ничего не значит отвечает смотри потому что тайна ничего не значит она непознаваем в этом смысле понятие тайная любовь может быть понято как нечто скрываемое так и как нечто непознанное даже не казнаваем смей предположить что озарение инсайта то состояние когда мы готовы к любви и к смене картины мира инсайд помогает увидеть смену парадигмы даже восприятие цели сейчас не буду приводить много разных парадигм которые поменялись в менеджменте за последнее время возьму только для примера один моего друга Павла Владимировича Малиновского выпускника Филосовского кстати говоря факультета Московского университета Павла Владимирович Малиновский никакая она никакой это не результат цель никакой даже не образ результат это процесс взаимного соотнесения образ желаемого результата образ я его держу этот образ у меня есть действие по отношению к нему образ я пытаюсь удерживать действие меняется в зависимости от изменения ситуации вспомните эту замечательную модель Неприду Неприду Александровича Бирнштейна когда появляется блок с лечения есть программа есть обратно афферентат есть блок с лечения вот что это за в этом как бы особенность почему повторение без повторения почему не может быть повторение матючи повторение без повторения я никогда не повторяю все время произвожу это в реальности в этом как бы особенность человеческого поведения ну и наконец благодарность не знаю как-то неожиданно получилось для меня неожиданно я не думал что это такое ресурсное состояние очень сильное ресурсное состояние пока не не познакомился с сюжетом митрополита Антония Сурожского но этот сюжет можно найти в интернете он нам был участником французского сопротивления как-то в парижском метро в 43-м году его остановил патруль СС и потребовали документы вот я сейчас буду рассказывать эту историю что с ним происходило а вы можете в это время читать со слайда со слайда вы можете читать то что он испытывал вот где реальность кто я я тот который стоит и разговаривает с этим офицером или я тот кто в этот момент рефлексирует происходящее проживает вот это происходящее с ним его обвинили в том что он английский шпион он сказал что он русский на что ему ответили русские такими не бывают они раскосые и с выдающимися скулами наверное вы русских путаете с китайцами спросили офицер посмотрел внимательно ну хорошо а что вы думаете о войне думаю что она складывается лучшим образом мы вас бьем по всем фронтам вы боретесь с фашизмом спрашивает офицер да неожиданно офицер сказал в таком случае в таком случае бегите через вот ту дверь там нет охраны вот весь сюжет и его описание внутреннее описание внутреннего состояния которое он испытывал в этот момент и после чего она говорит что смотрите это это и есть преображающие события есть ты и есть кто-то это может быть твой студент это может быть твой ребенок это может быть твой консультируемый клиент ничего другого не должно быть если ты хочешь вот этого преображения ну не знаю кто ли это в терминологии той преображение как вход и выход в одном такте в этом смысл но для него вот это состояние благодарности было то то было именно тем что он испытал в тот момент и он об этом и говорил что в этом состоянии нужно молиться может быть в этом состоянии консультант должен работать со своим клиентом может ничего другого не должно быть кроме того что ты вот сейчас делаешь здесь и сейчас вот оно и есть все содержание весь смысл того что с тобой происходит вот здесь мне тоже интересно было бы какие этические метрики здесь были бы уместны вот где здесь преодоление личного пространства другого человека или этого не знаете у него был еще один пока потрясли меня сюжет у антония суровского но представьте себе он совсем вообще этический владелец части больше когда он он жил в лондоне и однажды к нему обратились буду через захват в общем он возглагал зарубежную православную церковь и к нему обратились с тем чтобы исповедать одного ну преступника который содержался в лондонской тюрьме он не мог отказать при этом он понимал весь контекст в чем состоял контекст в том что этот все они не только все они знают о том что исповедующие их священники не хранят тайну исповеди они рассказывают остальным все что они говорят то есть есть это вот это есть такая реальность есть и он знает об этом там он зависит но он не может не исповедовать что делать вот ситуация на время студентов что делать будем давайте думать вместе что в этом случае можешь сделать сохранив себя не отказавшись от своих принципов и не сделавших того чего не должно и какое решение принимает антоний сурочки он приезжает встречается с преступником говорит да я готов вас исповедовать но для этого мы должны с вами вместе попросить не надо мне ничего рассказать мне не нужно я убежу покаяние мне известно как состояние мне известно я вас причину но мы подойдем к кресту с двум сторон будем молиться двое будем молиться вот все что вам нужно рассказать вы расскажите но не мне вот такое решение он принял но это очень просто удивительно удивительно как он к этому пришел почему да и благодарность дает ощущение счастья вот что интересно когда-то у нас когда мы говорим прощайся я часто вспоминаю еще одного своего уважаемого коллегу Дмитрия Алексеевича Леонтьева он у него есть такое ему нравится одна психия у него есть такая особая особая история мотив мотив люблю тебя как цель например одна психия в одну строчку какая-нибудь психологическая идея и мне нравится когда люди умеют коротко формулировать мысль и вот у него есть такое определение счастья счастья как обнуление мотивации счастье это обнуление мотивации мне нравится то что коротко вот но мне не нравится по содержанию я говорю нет слушай я понял счастье это обновление мотивации когда мы обнуление заменим на обновление и научимся каждый раз создавать ситуации которые обновляются и по сути ну о чем речь идет мы должны научиться ее обновлять каждый раз как мы же мигаем устраиваем рефрешен глазам своим это происходит рефлекторно автоматически но почему мы не можем делать то же самое сознательно и продуманно почему восхождение к архаике все таки почему движение от этики снисхождения к философии восхождения не назад к истокам а вперед к основам восхождение к волшебной горе смыслов откуда берут начало ручейки рейки человеческих судеб вечных форм человеческого существования дело же не в том чтобы не забыть нет такой задачи не забыть суть в том чтобы помнить чтобы не забыть нужны усилия вот как ребенок учится в стихотворении чтобы не забыть прикладывает усилия чтобы помнить важны яркие незабываемые впечатления забываем мы прошлое помним былое былое не надо специально помнить оно не подвержено забыть поскольку мы в нем продолжаем в чем смысл преодоления того же того же страха не в том ли чтобы понять и принять свою долю преодоление это принять эту и Багров в свое время Хирург написал интересные стихи хочешь бейся хочешь бойся хочешь ставь на карту честь будь спокоен беспокойся встань в ряды в колонну стройся мир таков каков он есть ты не рад его покроет он поправ твои мечты тайну я тебе открою слушай он такой как ты брудный замечательный профессор я чтобы его лекции услышал да пожалуй ну вот та лестница которой мы говорим я хочу подытожить сейчас значит первое готовность грядущему во многом психологическая характеристика человека это принятие себя развитие своих способностей мотивация принять то что произойдет кроме того готовность грядущему это еще и умение расстаться с ожиданиями и планами намеченными ранее это гибкость перестройки своей внутренней картины мира в связи с меняющимися условиями второй вывод еще раз преображающие преображающие события это не озабоченность мгновенным как у мандельштама помните немногие до вечности живут но если ты мгновенным озабочен твой жребий страшен и твой дом не прочен не о мгновенности речь идет а о погружении в настоящее или в сущие хлеб наш насущный сущие что есть в настоящем есть свое звучание на чем настаиваю и в этом смысле настоящее а в сущем то что для меня существенно вот это ключевая для меня история что для меня существенно но возможно в этом как раз и состоит да готовность к грядущему для для этого необходимо вот это ну необходимы приемы психологики практической психологики последовательности движения любопытство удивление изумление инсайт благодарность я не стал еще говорить пока про творческое созидание это впереди это еще экспериментально поизучать но есть очень сильная гипотеза что так что так и есть что в этом состоянии в состоянии благодарности к себе к миру к жизни в целом человек вдруг способен на творческое созидание следующий шаг который я планирую делать это продолжить работу над совместной творческой деятельностью способом постижения того что невозможно без развития вот эта вот история для меня очень важна третий третий это вот и был третий четвертый люди преодолевают ситуацию неопределенности следующим образом у нас была картинка в начале вот что происходит как же они преодолевают неуверенность преодолевается за счет очарования неизвестность осваивается как таинственность невозможность действенным образом побеждается в результате порыва и все это в конечном счете есть преодоление как нахождение собственной доли в развитии своего потенциала и пятое ну собственно про это мы только что сказали да это не назад к истокам а вперед к основам ну и возвращаясь то чего я не успел сказать есть что-то из того что я успел сказать есть что-то что может дополнить несказанное потому что вторая история где психологии инсайт изумления это просто подкаст с каким-то я этого человека не знаю лично он вышел на меня дадите интервью у него там этих интервью уже больше тысяч у него было 535 как видно интерес слушайте это просто сам сам способ интервьюирования любопытен я по студентам говорю посмотрите как человек решает свои проблемы и вот здесь может можно подвергнуть этической оценке вообще моё поведение после этого интервью это про живой матери потому что в какой-то момент я вдруг почувствовал что он превращается в моего клиента вот что мне в этой ситуации делать идёт интервью это для меня был такой интересный опыт вот но я возвращаюсь к этому деревянному мальчику с длинным носом вот в котором он всё-таки проткнул этот холст в коморке папы Карла и думаю что страдание разрезанного холста стоило любопытства и безрассудности Буратины это нельзя планировать к этому нужно быть готовым ведь действительно опираться можно только на то что оказывает сопротивление спасибо вам большое так это получился не доклад это вообще как реклама как реклама я думаю все молчат я очень старался я бы чтобы те кто по новойнии они тоже могли да давайте не не никто никому не мешает да я пока идет вот это вот минута минута паузы как бывает да после прекрасной музыки обычно идет вот осмысление дорогие коллеги у нас есть немножко времени на вопросы вот и собственно говоря вот и там наверное есть еще да видно сколько там еще есть чат вот здесь вот вот кто из наших присуток андрей алексеевич только вы пожалуйста подойдите сюда потому что идет запись вас может быть не слышно оттуда можно вы сюда придете давайте запись идет наше внутреннее да 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 наше внутреннее ну давайте я думаю я сделала стульчик для тех кто будет приходить а что есть ваше внутреннее задание во-первых сказать что очень жалко что вы закончили потому что садитесь садитесь пребывать вот в этом чудесном пространстве словесном смысловом который вы создали очень приятно очень комфортно большое вам совет спасибо вопрос такой как вы я не хочу спрашивать о том как решается проблема я хочу спросить о том как вы ее видите на каком основании и кому можно приписывать те характеристики которые вы сегодня разворачивали как это выглядит ну там скажем для вас лично потому что я прекрасно понимаю что особенно в последнее время я почему спрашиваю запись идет или нет можно ли говорить трамольные вещи мне кажется что человеческая природа в значительной степени выродилась в нечеловеческую породу и по отношению не ко всем людям в белом свете можно было бы прикладывать результаты исследования которые вы докладывали вопрос ну как вам сказать для нас психологов понимаете как говорил Сталин помните у меня нет других писателей для вас нет других писателей вот те люди с которыми мы сталкиваемся это и есть те люди с которыми мы обсуждаем эти темы те организации с которыми мы которые мы консультируем меня все время вот это удивляет знаете у меня это предмет большого удивления когда мне говорят а вы где вообще это все делаете я делаю в России с российскими компаниями с нашими студентами я просто даже не представляю себе какие они могут быть другие не я читаю в смысле не газеты интернет я вижу иногда телевизор смотрю вижу что происходит с людьми сегодня да меня больше всего как раз спрашивают исследовать проект и журналисты где вы таких людей спрашиваю о которых вы рассказываете то ли мы в разных живем в каких-то мирах видим разных людей вот трудно сказать это первая часть ответа вторая часть вырождается не вырождается перерождается это вопрос мне кажется к тем критериям которые мы используем часто я могу представить себе себя студентом потом каким-то человеком который начал что-то делать потом обрел самостоятель вот я вспоминаю этих людей с которыми я учился с которыми я работал кого я уже учил знаете они как-то для меня на одном из этих семинаров мы тоже обсуждали какое самое изменчивое живот то есть почему хамелеоны считают самым изменчивым самым постоянно вокруг него все изменяются а он постоянно по отношению изменениям что за механизм строил каков этот механизм можем ли мы этот механизм изучить и каким-то образом использовать в хорошем смысле этого слова вот с детьми если если брать как бы молодое поколение то конечно разные разные системы понять и когда как-то привел иллюстрацию того какие бывают концепции как вообще концептуально люди смотрят на этот мир могут смотреть привел пример из фильма май майкл называется про ангела который который вот такой фантастический персонаж которого два журналисты везут из провинции куда-то в столицу и пока они его везут в это время они там что-то решают между собой какой-то кроссморт или что-то такого и играют интеллектуальную игру и один у другого спрашивает противоположность белому второй задумался ненадолго отвечать черный а герой вот работа сидит сзади говорит а у русских красный понимаете и тут как бы несколько аспектов вдруг столкнулись такая ментальная ошибка потому что многие студенты сначала не поняли а потом говорят а это в смысле этот видный магазин красное белое вопрос вопрос вот этих контекстов он особенный вопрос но самое ужасное не ужасное а изумительное то что когда я стал искать этот кусочек чтобы нарезать его вырезать и потом продемонстрировать на лекции студента я вдруг обнаружил что незадолго до этого эпизода главный герой которого играет Джон Троолл пытается приготовить яичницу я вижу что вот в этой конкретной ситуации противоположности белого было желтые а не черные или красные и у меня было даже странно я потом решил давайте посмотрим англоязычную версию без дубляжа там нет противоположных белого красных конечно американские версии там желтые потому что они обратили внимание на вот этот вопрос для меня очень важен я еще и примеряюсь кому к преступникам у меня был опыт такой жизненный замечательный я работал в системе МВД я знал все тюрьмы Советского Союза все тюрьмы понимаете вот это вот эта часть общества для меня важна но не только как человек который не знаю с уважением относится к памяти доктора Гааза которого в кабинете самый известный тюремный врач России в кабинете в котором внесел плакат спешите делать добро это очень интересная понимаете история когда ты сравниваешь молодых людей студент студентов пересекаешься с какими-то работниками с людьми которые идиантны вот и пытаешься найти вот ответ на этот вопрос у меня ваш вопрос ключевой спасибо за него потому что то ли мы имеем дело знаете как с этими электродами вживленными мозг человек вокруг электродов создается среда естественно что мы изучаем мы изучаем этот мозг или среду которую мозг создал вокруг электродов что есть объект и предмет исследовать давайте вот такая любопытная сегодня история мне кажется что мир довольно сильно фрагментирован много разных групп вот но даже школы меня интересуют даже школы мы в Екатеринбурге в этом году второй раз будем проводить конференцию зеленая ручка почему зеленая потому что Шао Аманашвили сказал красной ручкой не подходите детям учителя пишите если хотите чтобы из них получился толп и у вас был контакт вот мы назвали конференцию зеленая ручка и там собираемся меня интересует как бы триединый комплекс без которого не получится школа не получится это не только учителя это не только ученики это еще и родители надо их соединить вместе создать эту коммуникативную площадку вот несколько проектов мы запустили в прошлом году в июне там в том же Екатеринбурге на площадке Адвар Скилз и школьная гостиная работает в Челябинске школьный завод работает в Чуваксарах это проект где родители вместе с детьми участвуют я даже не знаю как это сказать в воспитании друг друга взаимном воспитании так важная вещь переформатировать надо школа становится институтом социализации для родителей родители помогают все а не детям и учителям вот как только через эту сторону посмотришь и вы знаете замечательно какие родители очень интересные идеи да и учителя не те которые пишут и говорят поэтому трудно мне сказать наверное это по теме этических всяких критериев влияние экспериментатора есть у нас такая тема влияние экспериментатора да данные исследования и результаты да да не знаю ответил мне старался спасибо старался Дмитрий да представитель Дмитрий вы наш гость Добрый Дмитрий который занимается как раз изучением темы счастья ну да счастье в памяти Тахир Иванович вот я наверное так как опоздал минут на 30 может быть вы об этом рассказывали может быть нет вот так вот для меня восстановить контекст в одной из ваших лиц вы как раз рассказывали что про человека восприятие то есть люди есть которые стремятся к жизни а есть которые стремятся к смерти одни к жизни другие целенаправленно к смерти вот и вот здесь если вот через этот контекст посмотреть то есть ну как бы если человек стремится к жизни то есть у него есть любопытство он готов к инсайтам готов к восприятию а если человек к смерти такой ну не совсем ну вот и вот здесь вот есть вот через этот разрез вопрос вы имеете ввиду что есть витальная установка иммортальная в этом имеете ввиду конечно а вопрос вопрос следующий вот смотрите есть вот меры восприятия идем то есть мы сейчас постоянно вот слушая вас вот рассуждение того что человек единица думающий который любопытный вот а есть человек который не хочет не думать не развиваться ну как и даже не готов не всегда удивляться но и вы как кто это спрашивает не интересно вы как кто этим интересует как родители учили вы же помните а у вас не было я как раз говорил про коннектикут вот ключевая вещь коннектикут вот река такая которая во время прилива течет вспять в переводе с магиканского коннектикут так звучит река которая во время прилива течет вспять видите и и самый сложный и самый пожалуй таинственный вопрос кто я милейшая кошка если ее загнать в ситуацию безвыходную становится страшным зверьем но это страшный зверь он не проявлялся не было необходимость оттуда проявился и в этом как бы какая часть меня моего я проявляется это первое второе а это у них тоже так все я честно говоря не знаю сейчас я попробую я человек стойкий вот оно мигает как да что оно мигает все алексей спасибо большое интересно вот вот это очень важный момент с одной стороны одной стороны есть то как бы к чему вернуться невозможно это да и тогда наши литературные построения они могут быть я заметил таким вот вкладом в то что может быть удастся изменить на самом деле это нереально ну например договор да это то что происходит между людьми до говора до того как начали говорить вот эти вот отношения между матерью и ребенком я думаю что они известны многим просто по жизни но есть еще исследования продолжать это в каком-то смысле продолжать Виктора Франкова понимаете которые показывают что вот этот вот контакт ключевой он происходит во время в то время когда мать кормит грудью младенца и встречается глазами они встречаются да какой там взгляд да нет у этого ребенка никакого взгляда есть у него взгляд и есть у него мудрость все это и рассказывая про это уже ничего не изменишь с людьми которые уже выросли их уже никто не будет кормить грудью никто не будет вглядываться в них сейчас а может быть будет а может быть что-то произойдет с ними скорее это кому-то адресовано в будущем тем которые еще только родят будут кормить грудь и то не обязательно и в этом смысле какие-то есть вещи которые с которой мы сталкиваемся конечно и на организационном уровне на уровне на всех трех уровнях личность группа организации на всех трех уровнях мы с этим сталкиваемся конечно и тогда важно понять то что является слабо изменяемым что ли натура фактура структура и культура вот на каком уровне какой проекции мы видим человека если мы темпераментные особенности хотим поймать то тут вряд ли что-то изменится и не надо зачем не обязательно знаете фактура как набор способностей как набор каких-то другими выстроенных понимаете особенности личности все взаимодействие с людьми сталкивать что куда мы хотим прорваться или волевое действие как свобода от ситуации каждому это дает я думаю нет такого у нас необходимости нет понятия нет технологического решения давайте нас везут на комбинат потребитель будет рад но все наоборот одновременно и индивидуально есть что-то особенное такое в каждом какие-то есть общие процессы но какая-то я то скажу из того лично я скажу из того что возможности развития фантастические человека не обратим на то к смене там я не могу там главное проблема могут смысл пропасть у некоторых нет у некоторых не пропадают поэтому смерть за них это так и у нас ждет елена ивановна я вижу вашу руку слышно слышно я мне неудобно говорить тахир потому что по имени отчеству как-то привычнее но скажу такой вопрос задам меня почему-то не видно тоже не знаю это все с миганием началось хорошо что если меня слышно меня слышно 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 хотя бы слышно и я заметила у вас очень высокий уровень построения самой встречи супер мастерство вы словами которыми начали вы словами этими закончили можно ли это считать как река которая притекла вспять вы как бы обратно вернулись вот есть в этом у вас какой-то завораживающий сценарный сценарная заготовка это или ваш доклад который вы готовите вот на этом построен или вы интуитивно так вот нас провели и вывели на заключительную стадию очень хорошо кстати вернули к такому обобщению я только могу сказать спасибо я просто в этом вопросе не услышал но вы специально это сделали или что-то так помогли да конечно специально но это большое большое вам спасибо я думаю результат вам спасибо что вы заметили понимаете тут каждый раз если чуть шире ответить на ваш комментарий я бы сказал так каждый раз мы пытаемся пройти между целой сознательности и хариддой осознанности потому что на что значит осознанно или неосознанно то я включаю бессознательное в этот процесс или нет вот я не включал сегодня не было у меня такой необходимости иногда бывает иногда бывают публичные лекции но не в институте философии конечно не в стенах российской академии наук вот иногда меня да несет так что я включаю выключаю сознание включаю бессознательное и готов этого сегодня не было поэтому в этом смысле осознанно что касается хариддосознательности то да сознание в том смысле что с сознанием дела я пытался я пытался как мог конечно готовился конечно тут я многие вещи для меня были вновь вновь я не очень понимаю все это подноготное постмодернизма при том что в психологии да мы скорее стали двигаться в сторону полимодальных прикладных приемов и подходов полимодальность стала превалировать не в силу того что перестали работать фундаментальные такие традиционные классические ориентации типа психоанализа когнитивизма символического интеракционизма нет дело не в этом дело дело в том что встреча с конкретным грубо говоря извините объектом который является субъектом и клиентом понимаете она становится сегодня не узкоспециализированной сама проблемная область клиента полимодальных и тогда консультанту нужно быть не менее полимодальных в этом в этом все дело поэтому спасибо вам за это замечание да абсолютно со знанием небольшим знанием правда ваши специфики но все таки я пытался у нас тоже творчество сектор творчества института философии тем более вот ваше сочетание осознанного и как бы такого мастерства хай-класса очень восхищает у меня было много вопросов но последнее когда вы поставили точку тем чем начали привели к к точке откуда вышли она как бы победила и я решила этим поинтересоваться спасибо спасибо это очень интересно все что вы делаете надо будет тоже посмотреть потому что идея у меня не покидает идея совместно творческой деятельности новых новых форм буду буду рада я с Фаридой поговорю да 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 что тут ловить это спасибо спасибо я и 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 Тревогу обучения упомянули игру. То есть вот эта практика игровая, она имеет универсальный характер вашей теории, вашей стратегии перехода к благодарности, к инсайту. Или же все-таки у игры есть какие-то ограничения? Может нам можно из преподавателей переквалифицироваться в игра? Мастера игры. Последнее замечание утвердительно, конечно. Давно показано. Вопрос в том, что есть игра. Мы же говорим не про лицедействие, мы же говорим про игру. А игра это одновременно это состояние, когда я одновременно в двух ролях. Я как я, играющий. И я как наблюдающий за собой. Я негативующий. Если я этого достигаю, то получается такая интересная вещь. Ну, я бы сослался даже на элементарные исследования, которые в свое время были у нас на факультете, нашумевшие. Алексей Николаевич Леонтьев, это уже была завершающая его, завершающая этап его творчества. Он интересовался чувственной тканью сознания. И Александр Митчелла Глагвиненко, старший наш товарищ, проводил эксперименты с ремертоскопом, перевернутым. Очки, которые переворачивали мир. И нужно было адаптироваться. Что делают люди, когда адаптируются к этому перевернутому миру. Это я наблюдал в пандемии. У меня, в общем, те исследования оказались актуальными просто сегодня. Поэтому, как бы, сила фундаментальных знаний, они на века, поскольку связаны с ключевыми механизмами. Что происходит? Три стратегии. Стратегия номер один. Что делают испытуемые? Закрывают глаза. Безпередом, я ничего совладать с ним не могу. Что делать? Я закрываю глаза. Я пытаюсь по памяти. По памяти вспомнить, что же там было. Где же эта чашка? Где же этот стул? Натыкаюсь на что-то. Остается небольшое число испытуемых. Многие отказываются. Глядя, мы не можем. Те, которые остаются, что они делают? Это я называю ручное управление. Те, которые остались, они в перебернутом пока мере находят некий объект, который им хорошо знаком, и которым они легко управляют. Что это за объект у нас с вами? Рука, конечно. Скорее всего, та, которая основная. Все, и он начинается. Вверх, вверх, а она идет вниз. Мне нужно же простроить это действие. Мне нужно ее простроить. И здесь тоже ничего такого особенного. В общем, нормальная история. Тоже многие уходят. Тяжело. И вот третья стратегия, которую Александр Ильич назвал странным словом. Транспозиция. Когда вдруг, ведь младенцы рождаются с перевернутой картинкой вообще-то. Мы потом постепенно, через всякие движения, возвращаемся в этот мир, который мы видим. Вообще-то мы рождаемся в тех очках. И что происходит, когда эффективная стратегия? Что значит транспозиция? Когда я одновременно вижу себя как бы со стороны. Вот есть я и есть взгляд со стороны. Вот на это похожа игра. Настоящая игра. В смысле, игрулик, лицедействие и так далее. Через такую игру. Я не знаю. Студенты. У меня студенты, но мы психологи. Нам говорят, вам легче, вы же психологи. Я пришел к химикам. Они говорят, да, что там с химиками? Не сложно тоже. Всех можно включить в игру. Но это особый класс методов. Особый класс педагогики. Может быть, андрогогики или игрогогики. Потому что у нас три типа взаимодействия, которые мы можем каким-то образом использовать. Либо это трансляция. И тогда игра будет похожа на performance. Игра по сценарию. Либо это общение. И тогда игра будет похожа на playing. И тоже игра. Performance игра. И play тоже игра. Но playing – это когда у нас игра в жизнь. Это тренинг. Когда мы устраиваем тренинги, мы также реализуем то, что есть в нем сейчас. Здесь и сейчас. А может быть, игра гейм. И тогда это коммуникация. Это не трансляция, не общение. А коммуникация. С особой возможностью влиять на процедуру. Когда процедура игры становится ключом к происходящему. Знаете, когда студенты, если вы о них печетесь, и очень правильно я делаю, студенты, школьники сегодня, вдруг начинают осваивать… Почему я начал говорить про совместную творческую деятельность? Потому что там четыре ключевых императива совместного творчества. Индивидуальное творчество. Социальное творчество. Вот как раз умение создавать эти игровые формы. Культурное творчество. Прикосновение к… Я же обратил внимание, думаю, так, мы про что? Про что мы сегодня говорим? Про архаику? А на входе в это здание там арх. И фамилии замечательных архитекторов. Думаю, надо же. Культурные коды. Очень важная вещь. Почему именно в Гончарном переописище происходит? На Гончарном улице. Понимаете? И еще и моральное творчество. Когда студенты, школьники вдруг начинают осваивать моральное творчество, именно как творчество, связанное с преобразованием моего статуса здесь, моего восприятия. Я хочу еще дорасти до духовного творчества. Будет совсем хорошо. До пятого императива, который задан нам. Вот так бы я сказал, конечно, играйте. Спасибо. Спасибо. Владимир Иванович, включите только звук, пожалуйста. Я вижу вашу руку. Да, похоже. Рука еще. Пока что мы вас не слышим. Не слышно. Сейчас я пытаюсь включить. Да, получилось. Да, больше ничего. Спасибо вам за блестящий, насыщенный смыслами и эмоциями доклад. Я просто... У меня короткий вопрос. Значит, если у вас вот центральный, то, что я уловил, сюжет вашего, это, значит, это, собственно говоря, философия настоящего. То есть искусство... Правильно ли я вас понял, что вы говорите об искусстве и умении, навыке жить в настоящем, как каком-то гештальте, который соприкасается с будущим, и, с одной стороны, удерживает что-то прошлое, вот как по гусселю, ретенцию и протенцию. И тогда у меня вот какой вопрос по поводу архаики. Значит, правильно ли я вас понял, что уход в архаику, это, вообще говоря, не является... То есть мы можем по-разному уходить в архаику. Мы можем бежать от настоящего, просто чтобы избежать, уйти от страха и тревоги, обрести. Или мы можем уходить в архаику с чувством любопытства, как ее... Ну, вот перед, как вы сейчас только что упомянули, это у меня уже на ходу родилось, когда вы появляетесь на гончарной и так далее. То есть вы можете с этой архаикой встречаться по-разному. То есть это... Правильно ли я вас понял, что все-таки уход в архаику, это не является... Это ложный ход преодоления страха перед будущим. Да, да. Но вы намного красивее сказали, чем я. Замечательно. Спасибо. Понимаете, для меня это восхождение к архаике. Это не снисхождение. Это восхождение к архаике. Понимаете? То есть это как бы... Ты пятый раз читаешь «Войну и мир». Пятый раз. И у тебя возникает новый образ. Ты поменялся. С тобой что-то случилось. С тобой что-то произошло. Ты другой. И в этом смысле... Мне кажется, что... Да, вы правы. Вы правы. Нет, мы никуда не бежим. При том, что мы же понимаем, что это невозможно. Это не только не нужно бежать в обратную сторону. Это и невозможно. Только река может это сделать. Но она же знает, когда. Потому что есть океан, который толкает в обратную сторону. Понимаете? А они с океаном дружат. Я думаю, что это в обратную сторону все равно вперед. Вот какая-то такая... Есть такие науки, как археология, например, которые нас привлекают, так сказать, раскопки и так далее, и так далее. То есть мы ищем в прошлом какие-то тайные, загадки и так далее, и так далее. Ну да, если мы это делаем... Согласен. Если мы это делаем, как Пуаро, где-нибудь египетский раскоп, понимаете, то, в общем, у нас детективная история. И плюс мы можем использовать разную метафорику, по-разному понимая суть и прикладывая это к жизни человека. Ну, в частности, Волга может уже сколько она тысячелетий нечет пресную воду, а Каспий все соленое и соленое. И это тоже метафора реальная. То есть есть какая-то сущность, которая не перекрывается. Мы не можем линейно смотреть на эту историю и исходить из какого-то детерминизма. Спасибо. 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 Спасибо вам. Спасибо большое. Дорогие коллеги, мы, в принципе, прожили тот период времени, который был отпущен на семинар. Я не знаю, может, у кого-то, конечно, прямо вот очень сильно хочется спросить. Вот. Ну, с другой стороны... Толя, да? Нет? Нет. Не знаю. Я, может, уже не спрашиваю, можно просто что-нибудь говорить. Вот. Ну, по поводу времени, я не знаю. Тахир Юсупович, у вас как со временем? Я специально поставила, чтобы полчаса у вас было немножко передохнуть до вашей... Ну, правильно, да, 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 да. Там есть эти полчаса. Вот. Ну, это мы можем передохнуть в секторе. Или как? Какая-то, где передыхать. Главное, что вот здесь хорошая атмосфера. Смотрите, да, это как... Смотрите, коллеги, если есть вопросы, есть желание что-то сказать, тогда сюда. Тогда, Анатолий, сюда. А, вот в чем у нас засада же. Засада же микрофон. Да. Что нас где-то говорит? Есть такое, да. Ну, у нас пока еще как бы официально есть. А мы можем неофициально еще поговорить. Хорошо. Вот сейчас Анатолию послушаем и, соответственно, да. Договорились? Может быть, это... Все, Татьяна, ты у нас будешь замыкающим. Ничего себе, ты подготовился. Нет, это я записываю красное. Значит, ну... Значит, я, может быть, начну с такого соображения. Что вот то, что здесь я услышал, это было, наверное, прекрасно, да. Вот. И у меня есть такое ощущение, что можно было бы, говорить о чем-то, может быть, может быть, близким, а может быть, и не очень близкими словами. И вот, допустим, то, что творчество – это способ постижения того, что невозможно без развития. Я вот не очень, может быть, точно записал формулировку. Это очень такая вот хорошая вещь, которая мне вот очень понравилась, да. Вот постижение, да. Постижение, наверное, здесь существенно близок смысл. Смысл, вот еще такие слова, которых я не услышал, да. Своё чужое, освоение. То есть, допустим, рука, которая у нас является чем-то ближайшим и так далее, да. Ну, в частности, вот есть термин «подручность», да. И вот эта самая подручность, освоение, превращение в своё, да, вот это важный такой момент, который, по-видимому, является дополнительным к вот этому страху, о котором ушла речь в названии, да. Вот, и здесь, допустим, тоже вот я не услышал слова «забота», да. Ну, я не к тому, что обязательно надо к Хайдегеру склоняться вот в связи с заботой, да. Но, да, допустим, вот шла речь о мотивации, да. А вообще-то есть такое слово «интерес», да. И вот я пытался как бы вот немножко разбираться в психологии, но я нигде не видел, чтобы об интересе что-то говорили, выходящее за пределы от учебника по психологии, вот, которое в советское время было написано. Интерес заменяется мотивом, да. А мотив, он навсегда объективируется и внешняется. Ну, это вот просто какая-то классика вот этой теории, да. А когда речь идёт об этом на там драйвере, двигателе, да, то тут скорее должна, на мой взгляд, идти речь об интересах, да. Вот ещё один аспект. Нет, слышал я слово «переживание», да. То есть жизнь живое было об этом, да. А вот переживание, да. Когда, допустим, идёт переживание страха, как чувство пустоты, да, то здесь, в принципе, есть, ну, ряд других смыслов. Безосновность, безопорность, да, утрата основания. Смысл, как некоторое такое основание жизни, да, вот на которое мы опираемся, смысл, как освоенное, да, освоение. Да, тут ещё часто есть вот эта объективирующая тенденция, направленная на то, чтобы считать, что вот некоторые вещи определены, ну, от материальных до духовных, да. И вот у них жёстко заданные смыслы. Казалось бы, математика даёт пример такой, там вот смысл заданное. На самом деле, математики всегда переосмысляются, переструктурируются, перепонимаются структуры. Они тоже обладают некоторой такой жизнью, которую математики чувствуют конкретно, да. То есть вот идея о жизни, освоения, да, некоторого развития, да. У Маркса есть прекрасное такое замечание. Развитие стоит, в частности, в отклонении от общего. То есть вот это вот отклонение от общего, и новизна, да. Вот с другой стороны проблема реализации. То есть вот, допустим, игра, которая реализует свободную волю, в некотором смысле, да, вот свободу от ситуации. От какой ситуации? От предположенной, да, от полагаемой. Да, вот, ну, то есть вот предвосхищение, может быть, да. Вот это, мне кажется, ну, тоже такие слова, которые сюда хотелось бы включить. Значит, ещё один аспект, который мне представляется важным. Неопределённость, да, вот. Вот, неопределённость, как некоторое, ну, вот, некоторый хаос, который ощущали греки, да, ну, то есть неопределённое, а пейрон – это на стороне хаоса. Вообще-то у греков. Ну, и вот если брать Аристотеля, то вот это самое, а пейрон, да, смысл его заключается в том, что это вечно среднее, то есть у него нет начала и конца. Вот по собственному определению бесконечного, вот неопределённая такая литра, это на то, что не оканчивается, не завершается. У греков как раз культура сильно ориентированная на завершённость, на совершенство. Ну, на совершенство оно и в Средние века тоже было, но в другой, я бы сказал, форме. Но вот эта вот идея завершённости и прочее – это то, что, может быть, является важнейшим интересом человека. то есть как бы это не единственный интерес, да, это интерес к продолжению, к выходу за пределы и так далее, он тоже присутствует у людей. И, соответственно, вот если говорить об архаике, то, опять-таки, вот как её понимать? Тут шла речь об архаике в связи с индейцами, да. Почему индейцы? Потому что нецивилизованные. То есть культура есть, цивилизации нет, типа. И чем отличается культура от цивилизации, цивилизация в доцивилизации и так далее? Ну, у меня лично есть такая гипотеза насчёт того, что культура, цивилизация, да, заключается в том, чтобы создавать искусственную среду. И вот эта вот искусственная среда, она более или менее как бы естественна в традиционных культурах, да. А тут вот прямо у нас цивилизация, она так вот идёт строго в искусственную сторону, я бы сказал. И архаику мы в чём видим? В том, что вот некоторая повседневность жизни, которая воспроизводится всегда и везде, но вот эта повседневность жизни в нецивилизованной форме. То есть когда мы начинаем её жёстко рассчитывать, приводить к вот этому искусственному построению, там, определению и так далее, вот там это как бы наша рациональная цивилизация, ну, у китайцев немного иначе, да, но мне представляется, что здесь существенная проблема заключается в том, чтобы вот ещё про некоторую этно-социокультурную сторону говорить, потому что мне, я не специалист в этом, мне представляется, что китайцы, они вот этот самый страх неопределённости, да, вот и так далее, вот у них он должен переживаться иначе, если он у них есть, да. Но я думаю, что кажется, что должен быть, да. Вот и, соответственно, вопросы, которые я хотел задать... Это ещё был не вопрос, да? Нет, это был комментарий, да, это был комментарий, а вопросы, которые я хотел задать, это вот, ну, вот как... И походу были эти вопросы. Ну, да. Я насчитала уже 10. Вот что такое интерес, да, что такое смысл, что такое своё... Я понял домашнее задание, пошёл готовиться. Нет, это не то, что просто задание, нет, мне это просто интересно, да. Спасибо огромное. Спасибо у вас в ответах на эти вопросы, и они меня мучают, да, вот, и я, извините, хотел с вами поделиться вот этими муками. Да, болевшими. Спасибо. Да. Спасибо, прекрасные, прекрасные вопросы. Спасибо, Анатолий. Да, трудно ответить вот так вот. Нет, ещё один доклад. Глубокие вопросы, глубокие, но хотя бы частично я должен ответить, не из учтивости, а из просто благодарности за такой глубокий анализ и очень важный для меня одновременно. Спасибо. Понимаете, когда я говорю, думаю про переживания, да, то, по сути, вот эта вот лестница движения, она так или иначе связана с проживанием определённых состояний. Безусловно. Они все разные. Любопытство отличается от удивления, удивление отличается от изумления. Хотя говорят, что изумление, ну вот, в психологии эмоций, мы можем увидеть изумление, это кратковременное, очень такое яркое переживание усиленного удивления. вот здесь мы пытаемся с одной стороны учитывать особенность человеческого эмоционального состояния, с другой стороны ведём, потому что у человека проблема. Интересно ведь, а почему именно со мной это случилось? Любопытно. Давай поизучай, давай поисследуем, что привело к этому. В какое переживание мы человека вболим? Конечно, здесь важна и игровая, я бы ещё добавил, исследовательская, конечно, позиция. Игра без исследования не даёт того эффекта, о котором мы говорим. Маленький пример. Один из моих коллег решил заняться практической работой, это было ещё в советское время. Ну, а как, он его не решил, вернее, так получилось, и решили, что ему надо этим заняться. Ему звонит какая-то знакомая, женщина, и говорит, знаешь, вот у меня с сыном-подростком страшно, просто непонятная ситуация, он уже такой большой, я уже боюсь, одна воспитывает. И что делать, не понимаю, потому что ничего не слушает, вот ведёт себя как-то странно, не прогнозирует. Он говорит, ну, давай так сделаем, ты берёшь... А, у меня хороший был вопрос, кстати говоря. Ты его любишь? Ответ был, это вопрос о переживании, ответ был, конечно, причём такой резкий, без пауз, конечно, типа, о чём ты спрашиваешь? Потом был второй вопрос, который прояснял многое, но с точки зрения переживания, не будем оценивать это строго. Ты готова посвятить ему три дня в своей жизни? Сколько? По интонации, с которой был задан вопрос, сколько, стало понятно, что, может быть, дни это не лучшая валюта, в которой можно измерять любовь. Вот, но договорились. Тем не менее, договорились. Так, что делать? Значит так, прежде чем ты будешь обращаться к Саше, тебе нужно взять какой-нибудь блокнотик и записывать туда. Не знаю, Саша, вымой руки, например. Ну, то, что вы хотите ему сказать. Вот, то и запиши. Записал, после этого говоришь. Если произошло, то, ну, и, слава Богу. Если не произошло, ты здесь ставишь знак минуса, что не произошло, и пишешь опять эту же фразу и произносишь до тех пор, пока не произойдет. Вот, я спрашивал, слушай, а откуда тебе такая гениальная идея в голову пришла? Не знаю, вот из родевой картинки просто. Из родевой картинки. Она через два дня уже, когда второго дня звонит, и говорит, слушай, мне три дня не нужно, все уже в порядке, все нормально. Я даже из другой комнаты произношу, и все происходит. Все в чем, собственно, история? Вот, в изменении позиции. Позиция исследовательская. Это не позиция мамы, которая чего-то добивается. Позиция исследователя, который изучает, получится или не получится. меняется и интонация, меняется состояние, и того конца, ну, как бы со стороны ребенка, так же меняется вся ситуация. Вот это, мне кажется, очень важный такой момент, который будем еще обсуждать. Вот, и тут много того, на что я обращу, конечно, внимание, потому что для меня вопрос интереса, это то, о чем сказал Сергей Сергеевич Аверинцев, светлая ему память. Я же сказал, что сегодня будет воспоминательная такая история. Вот, я как-то на заседании Большого Совета ему дул, слушал его доклад о вкладе серебряного века русской поэзии в мировую культуру. Вот, мне было интересно, думал, как же справиться с Сергеем Сергеевичем, с такой задачей, люди, химики, физики, кого только нет, это еще Большой Совет, Ректорский Совет Московского Университета. Вот, но когда человек говорит о чем-то очень важном и ценном, неважном, про старые времена, древних греков, хочешь не хочешь, была Александрия Эсхата. Это в нынешнем, далеко, где-то в районе сегодняшнего, Таджикистана. Александрия Крайняя, куда Александр пришел, сказал, вот, все, дальше мы не поймем, это крайне. И было очень интересно увидеть, что есть же что-то общее, есть что-то общее. Вот, может быть, вот здесь, кстати говоря, поразмышлять бы, вот это есть позитивная архаика. Что общего сохраняет, человеческого сохраняет, независимо от того, 19-е, 20-е, 21-е, что это? И, мне кажется, Сергей Сергеевичу как раз удалось это нащупать. Поэтому ему было интересно слушать всем, кто собрался. Вот, и вот эта фраза для меня была ключевой в его выступлении, что вклад серебряного века русской поэзии сказал, что он научил людей, вот тут ключевая вещь, немножко так картавил, интересоваться интересным. Удвоение слова интерес в данном случае подсказывает нам фокусировку, что одно интересоваться это исследовательское поведение, а другое интересоваться связано с тем, что вот именно этим и надо, это и есть ценное, чем стоит интересоваться. Ну вот, пожалуй, так пока кратко обязуюсь подготовить более размёрнутые пожелания, которые я сегодня услышал. Спасибо большое, у меня ещё сегодня лекция на бахару. Главное пожелание мы вас хотим видеть ещё. Спасибо вам за волшебный магический доклад просто. Так, я присутствие всех дарю. вам дарю эту книжку «Счастливая кампания». Дорогие коллеги, благодарю всех за активное участие, но я думаю, что мы не просто, это был просто праздник. Спасибо, Тахим Исупальевич. Вам огромное спасибо. Для меня это было